Золотые шары, пожалуй, любимейший в России многолетник. Расскажу немножечко подробнее о этом замечательном цветке. По-научному он называется Рудбеккия рассеченная. А это сорт Рудбеккия рассеченной под названием Голдбоу или Золотой шар. Фактически сорт стал названием цветка. Вообще Рудбекки очень много разных видов. Есть среди них однолетники, есть многолетники разного роста, есть махровые, есть простые. Пожалуй, объединяет все Рудбеккия то, что все они похожи на маленькие солнышки. Ну а самые известные, конечно, золотые шары распространены по всему миру. И в Америке выращивают, и в Европе. Видел я Рудбеккия даже в Королевском саду Роттердама. Надо сказать, очень красиво и достойно смотрится. Так что, если кто-то вам говорит, что Рудбеккия – это какой-то деревенский цветочек, не верьте этому. Цветок неприхотливый, не требующий практически никакого ухода. Размножается вегетативно, корневищами. Вот один раз посадили, и будет он у вас расти не один десяток лет. Я встречал в заброшенных еще в прошлом веке деревнях заросли Рудбеккия. Растет без всякого ухода. Единственное, что желательно для Рудбеккия – это подвязывать ее. Видите, вот здесь вот не подвязали хозяева этого богатого заборчика. Все, она полегла. И если уж не хотите совсем подвязывать вашу Рудбеккию, поищите сорт Голд Гуэль. Высотой не более 50 сантиметров. Вот посмотрите, классический золотой шар 2 метра, а то и выше вырастает. А Голд Гуэль высотой 50 сантиметров. То есть, ну, чуть повыше, чем колено. И цветы точно такие же. И абсолютно не полегает. Про уход в течение сезона даже рассказывать не буду. Ну что, ну, польете ее хорошо, подкормите отлично. Какие еще проблемы бывают с золотыми шарами? Иногда она начинает болеть мученистой росой. Как правило, осенью, как правило, в дождливое лето. Но это происходит даже не потому, что она предрасположена к болезням. Как раз-то болеет она очень мало. А потому, что кусты у нее ослабленные. А из-за чего они ослабляются? Как раз из-за того, что хозяева им не уделяют вообще никакого внимания. Периодически прореживайте ваши золотые шары, если они давно растут на одном месте. Иногда подкармливайте в сухое лето. Поливайте. Ну, вот, собственно, и все. Будут они радовать вас с середины лета до поздней осени. Кстати, золотые шары очень хороши в срезке. В последнее время стало очень модно составлять из них букеты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...